Важным событием в современном научном мире было открытие бета-глюканов 1,3 и 1,6 соединений, находящихся в стенках оболочек высших лечебных грибов. Давайте разберем, что такое бета-глюканы и как они работают в нашем организме, как можно, принимая бета-глюканы из грибов, из высших лечебных грибов, восстановить свое здоровье. У больного организма, оказывается, иммунная система находится в неактивном состоянии. И опухоль, не встречая со стороны организма никаких действий, может успешно развиваться и расти. Я сейчас вам немножко порисую, схематично покажу. Макрофаг, который находится в неактивном состоянии, бета-глюканы, сегодня открыты 1,3 и 1,6 соединения. Именно вот это соединение бета-глюканов. Вообще давайте я расскажу, что такое бета-глюканы. Бета-глюканы – это уникальные полисахаридные соединения углеводного происхождения. Основная цель бета-глюканов относится к 1,3 соединениям. Боковая цель относится к 1,6 соединениям. Ученые открыли, что именно бета-глюканы из грибов, из высших лечебных грибов, именно вот такого соединения идеально подходят к рецепторам макрофагов, которые находятся на оболочке макрофагов. И как ключ к замку, соединяясь с макрофагами, бета-глюканы активируют работу макрофагов. Это большие иммунные клетки, которые защищают наш организм от болезней. Те, в свою очередь, активируют работу Т-лимфоцитов и натуральных клетокиллеров. Те, в свою очередь, стимулируют выработку таких активных веществ, как цитокины. И которые стимулируют выработку таких активных веществ, как, вам, наверное, уже будет знакомо, интерферон и интерлейкины. Вот такие активные вещества имеют великолепный противовоспалительный эффект. В чем это заключается? Это активные белки великолепно, очень хорошо борются с вирусами, разноцветов, с бактериями и паразитами, которые очень много в нашем организме, в больном организме. И очень хорошо выводят шлаки токсины, то есть канцерогены. Вирус, бактерия, паразиты и канцерогены. И в этом вот заключается великолепный противовоспалительный эффект усиленных, активных клеток иммунной системы. Ученые еще обнаружили, что бета-глюканы имеют самый мощный противоопухолевый эффект. Эффективно борются с раком, с доброкачественным опухолевым в нашем организме. Там происходит несколько механизмов. Опять же, активные иммунные клетки стимулируют нашим организмом активацию работы иммунной системы. Те, в свою очередь, борются с атипичными больными клетками. Там происходит несколько механизмов. Какие же механизмы? Вот первый, самый основной механизм, как я уже сказала, активирует работу иммунных клеток, ускоряет их созревание, уединяет их жизненный срок. Обычно в больном организме молодые клетки, рождаясь, даже не успевают отрабатывать свои функции, защитные свойства болезни и погибают. И ускоряется жизненный срок молодых клеток. И активация нормальных здоровых клеток. Даже в больном организме получается, что при нормальном количестве иммунных клеток, иммунной системы, они практически находятся в неактивном состоянии. И тем самым раковые опухоли, не встречая никаких действий со стороны организма, могут успешно размножаться, развиваться и превращаться в плотную опухолю. И бета-глюканы. Что же делают бета-глюканы? Бета-глюканы активируют работу иммунных клеток, ускоряют их, вылиняют их жизненный срок и ускоряют их созревание. Тем самым иммунная система, иммунные клетки становятся активными, сильными и выполняют свои защитные функции. Вот еще я бы хотела порисовать. Бета-глюканы работают в организме человека, когда возникает опухоль. Вот, допустим, пусть это будет опухолевая клетка, больная клетка, да? Больная клетка имеет свое ДНК, ДНК, и имеет такие сильные защитные свойства, вот обволакивает себя, это раковая опухоль, это больная клетка, да? Раковая клетка обволакивает себя вот такой плотной-плотной оболочкой. Что такое бета-глюканы? Бета-глюканы выделяют активные белки, симулируют выделение активных белков, и называется перфорин, от слова перфорация. Перфорин, от слова перфорация. Вот работа перфорина заключается в том, что помогает иммунным клеткам обнаружить опухоль. Вот делают вот такие вот дырочки, разрывают оболочку, опухолевая клетка остается без защитного слоя, и тем самым иммунные клетки выполняют свою работу. Какую же работу они выполняют? Раковая опухоль, раковые клетки более 2 мм пользуются, то есть сосудистой системой соседних клеток, да, через что получают из крови питание, и продукты питания, и очень успешно вортеразиваться. Но до 2 мм она может пользоваться сосудами соседних клеток, но более 2 мм рак не может расти. И что делает раковая опухоль? Выделяет сосудистый фактор роста, и заставляет наш организм проращивать собственные сосуды для раковых опухолей. Что делает бета-глюкан? Это уже второй механизм антираковых свойств бета-глюканов. Что делает бета-глюканы? Бета-глюканы, допустим, это вот сосудистая система, да, бета-глюканы разрывают вот эти сосуды, не дают раков питаться, и в то же время погашают выделение сосудистого фактора роста. Это второй основной механизм. Третий механизм заключается в том, что каждый процесс восстановления, естественно, процесс распада клеток, он называется апоптоз. Каждая здоровая клетка не живет более 10 дней, то есть рождается, выполняет определенные свои функции, и как все живое уходит в виде шлака из организма. Но у ракового опухоли процесс апоптоза не работает, то есть он не распадается, он делится каждые 20 минут, и поэтому образуется, успешно размножается, постоянно делится и образуется плотная опухоль. Что делают бета-глюканы? Бета-глюканы восстанавливают процесс апоптоз у ракового опухоли, тем самым происходит последующее усыхание. Но самый основной механизм бета-глюканов при противоопухолевых свойствах бета-глюканов заключается в том, что они выпускают, то есть стимулируют выработку фактора некрузового опухоли. То есть иммунные клетки работают не только на границе, допустим, опухолевой клетки, но и они могут проникать и разрывать, допустим, уничтожать изнутри раковую опухоль. Вот этот механизм, самый основной, он называется фактор некрузового опухоли. И на сегодняшний день это самый перспективный метод борьбы с раком, самый перспективный иммуномодулятор на сегодняшний день. И на сегодняшнее время учёные, есть клинические данные, что особенность бета-глюканов в том, что он эффективен даже при последних стадиях онкозаболеваний, раковых заболеваний, при последних, когда идёт лимфостаз, когда идёт накопление жидкости, асцит в организме, когда идёт отёк нижней конечности. Вот особенность бета-глюканов, вот обнаруженные клинические данные показывают, что бета-глюканы эффективны даже при тяжелейших состояниях организма. Ну и ещё можно будет добавить, что бета-глюканы очень хорошо, хороший гипотокротектор. То есть очищает печень, обновляются клетки печени и эффективны даже при циррозах печени. Очень хорошо восстанавливает работу почек, клубочкового аппарата надпочеков. Великолепно работает при заболеваниях, то есть восстанавливает организм при заболеваниях лёгких, как инфизема, туберкулёз, определённые тяжёлые состояния, бронхиальная астма, это аутоиммунные заболевания. Но учёные, клинические данные показывают, что бета-глюканы работают, это мощнейший антиоксидант. То есть уничтожают, выводят из организма свободные радикалы, которые приводят, это клетки киллеры, которые приводят организм к старению. Это очень важно. И очень хорошо, нет агрессивного действия на организме человека. Вот, допустим, иммуностимулирующие препараты, которые предлагает нам традиционный медицин, они приходят к активации работы иммунных клеток, к резкой активации, и что впоследствии приводит к аутоиммунным состояниям. Бета-глюканы не приводят организм к агрессивным состояниям, наоборот, то есть когда нужно организму иммунитет понижается, это при аллергии, при аутоиммунных состояниях, когда нужно, как комфортно для организма человека, чисто индивидуально повышает иммунитет до определенного уровня. Вот в этом заключаются иммуномодулирующие свойства бета-глюканов. Ну и ранозаживляющий эффект отмечается, внутренние язвы в желудочно-кишечном тракте, энтероколитах, воспалительные процессы, допустим, кишечника, очень хорошо восстанавливает работу, то есть качество желчи, улучшается качество желчи, качество крови, почему? Потому что препятствует хромбообразованию, очень хорошо выводит холестерин низкой плотности, липиды из крови, и тем самым профилактирует такие вот грозные заболевания, как инсульты, инфаркты. Значит, если, допустим, если произошел инсульт, инфаркт, допустим, человек уже пережил заболевание, то восстановление после инсультного состояния, после инфарктов, то есть восстановление идет, как бы, очень хорошо, без побочных эффектов. Бета-глюканы применяется, очень хорошо применяется, когда человек принимает химиотерапию. Если, ну, снимается побочный эффект, допустим, это заключается в рвота, допустим, понос идет, да, выпадение волос, дисбактериоз и так далее. Вот бета-глюканы снимают побочный эффект, снижают боли, и восстановление после химиотерапии идет намного быстрее. И усиливает действие химиотерапии где-то 6-8 раз. То есть более эффективное лечение получается. Вот бета-глюканы, еще отметить можно, что бета-глюканы стимулируют выработку таких вот клеток, они называются фактор роста нейронов головного мозга. То есть, опять же, профилактика Альцгеймера-Паркинсона при определенных состояниях, допустим, работы, нарушения работы головного мозга эффективно можно будет применять. На сегодняшний день это самый перспективный, опять же, да, я повторюсь, самый перспективный метод при борьбе с раком. То есть, очень многим людям, тысячам больным, надежда на выздоровление, на продление их жизни. В заключение хочу сказать, что компания Агарсис предлагает уникальный продукт из вытяжки бета-глюканов 1,3-1,6-соединения из трех видов грибов, такие как Агарикус бразильский мюрила. Ученые обнаружили, что в Агарикусе бразильский мюрила очень большое количество бета-глюканов 1,3-1,6-соединения. Грибомайтаки, особенно грибомайтаки, он эффективен при гормонозависимых заболеваниях. И гелицы грибенчатые. Бета-глюканы гелицы грибенчатого эффективны при восстановлении рака поджелудочной железы. Потребляйте нашу продукцию, выздоравливайте, оздоравливайте своих близких, рассказывайте многим-многим людям, пусть получат шанс. Редактор субтитров А.Семкин